Усть-Каменогорские жители и власти мечтают избавиться от тополей. Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов распорядился вырубить эти деревья из-за пуха. Однако экологи говорят, что выполнить поручение главы региона пока невозможно. Индира Кокимова разбиралась в этой проблеме. Тополиный пух, жара июль. Это только звучит красиво. Хлопот с этим пухом не оберешься. Таким белым и воздушным Усть-Каменогорск становится каждое лето. Но с легкой руки Акима региона решено вырубить все тополя. Программист Максим Подоплелов рад этой новости. Он этот пух в прямом смысле на дух не переносит. Глаза чешутся, кашель постоянный. Состояние такое, как будто гриппом болеешь. Любая даже маленькая пушинка на одежде вызывает чихание и зуд. Из-за неприхотливости и сравнительно быстрого роста тополями полвека назад засадили все промышленные города и районы республики. И цены бы им не было в условиях плохой экологии, если бы не пух. Ведь одна пушинка способна преодолеть 10 километров, аккумулировав в себе вредные вещества, парящие в атмосфере. При контакте с человеком такой пух часто вызывает аллергическую реакцию. Пожароопасность. Вот еще одна серьезная проблема, которую доставляет тополиный пух. Как правило, его поджигают дети, но он также легко воспламеняется от брошенного, непотушенного окурка. Пожарные выезжают по 6-5 раз в сутки на такие случаи. И на сегодняшний день переведены на усиленный вариант несения службы в связи с пожароопасным периодом. Однако избавить город от старых пухонесущих тополей в короткие сроки невозможно, утверждают экологи. Все попытки разработать план озеленения города, где будет указано конкретно, где сносить, вырубать деревья, где сажать новые, какие виды деревьев, пока у нас не получается. Связано это с тем, что такого плана нет ни в отделе архитектуры города, ни в управлении жилищно-коммунального хозяйства. Решить проблему пуховых тополей пытались неоднократно. Предлагали сбивать пух и воду из пожарных бронзбойтов и даже вывели специальный вид серебристого беспухового тополя, который по абсорбирующим свойствам не уступает обычному тополю и тоже быстро растет. Однако проект этот затратный и долговременный. Так что как бы не хотел глава региона избавиться от тополей, придется потерпеть, возможно, не один год. А маска, очки и средства от аллергии помогут в этом. Индира Какимова, Кирилл Ефремов, Информбюро, Усть-Каменогорск.